МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все уже видели, не все, но многие видели, пирамиду развития наутила. Первый этап, знаете, это отказ от обработки почвы, дальше все обороты, покровные культуры. И самый верх пирамиды, высший пилотаж, выпас скота на поле. Это очень важно для настоящего наутила. Как говорит Анатолий Читов, без скота это уже не наутил. В чем заключается высший пилотаж? Да, покровные культуры, это очень здорово. Живые корни, питание биоты, плюс органика на поле остается, это очень хорошо. А животные, перерабатывая через свой желудок все эти растения, остатки, оставляют их на поле. Очень важно, чтобы скот жил на поле, чтобы не уносил с поля то, что съел. Чтобы все оставил здесь. А в каждом живом организме, в желудке, есть огромнейшее количество полезной микрофлоры, которая вместе с выделением, вместе с навозом животных остается на поле. То есть животные, кроме того, что делают более доступную массу для переработки, еще обогащают почву полезной микрофлорой. Это очень здорово. То есть быстрее происходит процесс улучшения плодородия почвы, благодаря животным. И вообще вы знаете, что все плодородие почвы на земном шаре создавалось благодаря растениям и животным. Этим мы ускоряем. Вот это мечта тех наутильщиков, которые хотят добиться серьезных результатов. Мы это пытаемся делать. Это первейшие шаги только первые-первые. Есть мечта, конечно, иметь большие стада. А к тому же еще плюс. Получается халявное мясо. Электропастух, они живут здесь, ночуют, съедают, растут. Как той рекламе, книги писают. Ем и растут. Был вопрос задан в автобусе. Как не вытаптывают они посевы. Как не вытаптывают посевы. Это очень важный вопрос. Поэтому для того, чтобы поле не страдало, надо, чтобы на одном участке скот находился не больше четырех дней в году. Здесь они три дня на одном месте стоят, чтобы не затаптывали. Да, когда дождик, когда сыро, нельзя, чтобы скот на поле был. Будут отрамбовывать. Но КРС меньше отрамбует, чем овцы. За три дня ничего не случится с полем. И важно, чтобы раз в году это было все. Вот мне очень понравился этот пример. Почему я четыре дня. Это не мои слова, а слова Рика Бибера. Кто знает Рика Бибера, мы были у него в Америке, были на полях. У него очень большие пастбища. Очень большие, много полей у него. У него скота очень много. И полей много. И он и на пастбищах, и на поле пасет только раз в году, четыре дня в году. То есть за год поле все восстанавливается. Поэтому никакого ущерба за тех четыре дня, что они находятся на этом участке, не будет. Важно, чтобы был электропосток. Это очень важно. Чтобы скотина не переходила дальше, не гуляла по полю. Выпасла, переставили дальше и все. Еще вопросы? Сергей Васильевич, можно я вопрос такой себе? Вы знаете, у нас такое неправильное мнение, но с моей точки зрения, что в плодороде, когда много удобрений минеральных посыпешь. Вот прям так даже в законе написано. Но вы же не считаете, что плодородие такое много минеральных подобрений? Ну, может, не знаю, к счастью, к сожалению. У нас очень отличаются мнения с нашей наукой и многими нашими мужами, учеными. Любая химия – это химия. Любая химия. Только био. Расскажите, вот как вы видите плодородие почвы правильно? Ваша точка зрения, она очень важна для нас. Во-первых, вы видели наши почвы. На этих почвах мы никогда не получали хороших урожаев. Сегодня, слава Богу, немножко меняет ситуация. Я уже говорил, когда мы были на зернотоком, что только плодородие почвы – это первый фактор, влияющий на урожайность. Надо ее поднимать, плодородие почвы. Поднять можно только органическим веществом – биотой почвенной и органическим веществом. Чем больше органики на поле будет, чем больше будут развиваться биоты на поле, тем больше постепенно будут подниматься плодородие почвы. Его невозможно поднять очень быстро. Если миллионы лет образовывалось плодородие почвы, его невозможно за 5-10 лет поднять. Это нужны года. Но его можно поднимать, оно реально поднимается. Но вы же искусственные приемы, покровные культуры – это же искусственный прием. Вы же используем этот прием покровной культуры, потому что мы твердо убреждены, что это единственный путь, который позволит поднять подродие почвы. Да, стерня сохраняет, оберегает от эрозии почвы всякой. А покровные культуры только способны повышать подродие почвы. Потому что постоянно живые корни, корни, разнообразные корни. И плюс к этому еще остается какое-то количество военное органического вещества. И чем лучше почвы, тем будет больше и больше органики на поле оставаться. И я еще повторяюсь, только органикой можно поднять, я имею в виду биоты, органиками, растения поднять подродие почвы. Никакая химия, никакая. Любые даже препараты, что мы вносим, все оно влияет на снижение подродия почвы. Это особо лично мое мнение. То есть живое органическое вещество – это основа плодородия почвы? Только органическое вещество – это основа. И симбиоз растений, животных и биоты – только это дает постепенное улучшение подродия почвы. Оздоровление почвы и… Заметное увеличение. Вы видите. Его за один год невозможно увидеть. Оно постепенно поднимается. Оно нельзя сразу высказать, что раз – и поднялось. Если бы тысячу лет сантиметр один образовывался подродой почвы, то за 10 лет оно так не поднимется. Но оно поднимается, и видно, что поднимается, что не ухудшается. То есть для чего вы здесь планируете сеять? Дальше будут здесь бобовые посеяны. Здесь было, да, у нас какой из оборот идет, уже многие знают, повторюсь. Мы сеем до 40% злаковых в обороте, 25% бобовых, 25% льна сеем. И остальное что получается. Ну остальное или рапс, что еще-то такое. Зерновых не должно быть больше половины, а лучше – меньше. То есть это поле, где в салатом не будет, когда он такой идет, да, зерновых? Это поле уже ничего не будем. Мы еще сделаем основку с той стороны. Там мы начали немножко мульчевировать. Там встанем, посмотрим, как замульчевировано. И такая масса стоит. И там зайдем массу, посмотрим массу. Разнообразие. Я, конечно, не все взошло, но много что-то, что посмотрим. Мы первый год, это два года назад, после пшеницы посеяли покровные. И впервые мы оставили их зимовать. Было очень для меня приятное высказывание соседей. Получилось, в этом поле много подсолнуха зашло. В смеси везде одинаковые были, в всех полях. На этом поле по команде биоты выросло больше подсолнуха. Стояли пчеловоды здесь, и другая масса была, и мы ее оставили. Потом люди ездят зимой и крутят пальцем в виска. Вот перепелица дурак, поносевал и не убрал. Вот хозяин. А мне это было, на самом деле, очень приятно. Мы оставили эту массу, она перезимовала. Единственный живой рапс остался. Был зимый рапс в смеси. Он остался живой. Его брали грифосатом, посеяли лен. В стоячую массу. Я тоже боялся, думал, не получится сеять. Масса большая, родненько, стоячая. Но было меньше, чем сейчас масса. Прекрасно пошла и дисковая сеялка, и анкерные сеялки. На удивление, анкерные сеялки не забивались совершенно. Прекрасно получилось. Так, я еще добавлю два слова сейчас, раз мы здесь стоим. Потом, ребята, подойдем мы вот рядом через дорогу степь. Посмотрите степь. Тоже очень бедная почва. И какое разнообразие растений есть. У нас в степи, начиная с ранней весны, каждую неделю меняется цвет степи. То есть, очень большое разнообразие растений растет. И всем хватает места, питания, все хватает. Вот настоящий наутил, рядышком. Потом, подойдите, посмотрите ради интереса. Вот, и просто на этом месте скот не ходил, и травка есть. Там, где скот ходил, там голая степь. А где скот не ходит, тут сохранилось. Посмотрите. А сейчас, Ольга Александровна Ивановича. Ну, несколько слов по поводу выпаса. По поводу выпаса и по поводу покровных культур. Значит, самый часто задаваемый вопрос. Верите вы в покровные культуры? Да не верю я в покровные культуры. Я верю в почвенные пищевые цепочки. Вот это то, что нам надо в своих почвах организовать. Каким образом вы это организуете? Это уже будет, ну, ваша заслуга в этом. На сегодняшний день, вот, в той группе неформальной, которой, ноутильщиков, все мы имеем бактериальные почвы. Очень мало грибов, очень мало хищников в почве. Только с приходом грибов и хищников мы получаем полноценную нормальную почву, которая способна обеспечивать растения питательными веществами, защищать растения от болезней. И выращивать нормальный рентабельный урожай. По поводу выпаса, значит, вот в этом, в прошлом году мы заложили опыт, в этом году его, как бы, довели до конца, и расскажу, какие результаты. Значит, убрали пшеницу, после пшеницы посеяли смесь ржи с викой для выпаса. Весною загнали туда животных и выпасли, где-то в течение двух недель. У нас участок был больше, чем этот, мы его так отгородили, и они там паслись две недели, то есть мы четыре дня не... То есть это правило не соблюдали. Откуда это правило от четырех дней? Значит, вообще-то, чтобы получить положительный эффект от выпаса, нужно, чтобы животное съело надземную часть растения, но съело его только один раз. То есть нельзя допустить, чтобы растение отросло второй раз, и второй раз его животное съело. Почему нужно? Так, именно так. Потому что, когда растение растет, оно в корнях и накапливает запасы питательных веществ, запас сахаров. И когда животное съедает надземную часть, растение понимает, что ему надо восстановиться, ему надо отрастить эту надземную массу. Тот запас питательных веществ, запас сахаров, которые оно накопило в корнях, оно резко начинает выбрасывать в почву. К этим сахарам приходит биота. То есть это корм для биоты. Там начинается застолье у биоты. Туда приходит биота, и она начинает активно кормить растения. Растения начинают активно отращивать надземную массу. Нам какой плюс? А какая выгода от этого? Нам выгода именно от того, что растение, у которого съели надземную часть, оно выбрасывает эти сахара. Это такой активатор, да, и как бы триггер, запуск всех процессов в почве. Мы можем сколько угодно сеять покровные культуры, но если они не будут в почву выделять сахара, от этого никакой для нас пользы, может его и не быть. Поэтому животные способны запустить этот процесс. Значит, выпасли мы рожь с Викой, где-то недели две мы выпасали, и весной в это же поле посеяли подсолнечник. Сейчас и видовая урожайность выше, и индекс NDVI там, где мы сделали выпас, больше, чем там, где мы его не делали. Сеяли мы рожь и Вику на всем поле, но выпасали только на части его. И сейчас NDVI выше там, где мы выпасли, и урожайность подсолнечника будет выше, а ее видно прям вот как бы невооруженным. Да, ее визуально видно, что там будет лучше. То есть это к вопросу о том, насколько быстро вы способны восстановить почву. Настолько вы будете, как вы будете работать, как вы будете понимать, что почва происходит, настолько быстро вы ее восстановите. Можно 10 лет работать, и ничего не изменится. Ну, все. Спасибо. Тот же самый эффект. Это не важно, его животное съест, или вы ее ножом скосите, эффект будет один и тот же. Значит, почему корова лучше или животное лучше? Она ест хорошую траву. Она не ест сорняк, она не ест амброзию. То есть, когда она съела, допустим, рожь, или Вику съела животное, именно в корнях ржи будет происходить выделение сахаров. И биота, она придет к ржи, и она там сформируется именно та, которая поддерживает хорошие растения. Она получит, то есть, те культурные растения будут получать преимущество перед сорняками. И вот, допустим, меня ругают за это, ну, скажу. Значит, Рик говорит, вот у меня на акр 8 голов, у моего соседа 3 головы. Почему? У меня более продуктивное пастбище. А как вы получаете продуктивное пастбище? Ну, мы хорошо управляем ими. Ну, что вот это значит? Да, как хорошо вы управляете? А просто-напросто они не допускают перевыпаса. И там 3 или 4 дня, не важно. Он приехал, посмотрел, ага, эту хорошую траву поели, сорняк стоит, он перегоняет в другое поле, и больше он туда животных не запускает. То есть, один раз в год он срезает, ну, как бы вот эту хорошую траву. И постепенно пастбище становятся очень продуктивными, если их так используют. То есть, они формируют очень большую массу, и массу именно той травы, которую коровы едят. То есть, именно вот таким образом это происходит. Это, конечно, Беспокровных? Беспокровных, нет. Нам это неинтересно. Интересно мне это. Вы делайте, да, нам это неинтересно. Почва и почвенная биота. Ей нужен углерод. Нашим почвам нужен углерод. А вы говорите, контроль, это вот голая степь. Вы там углерода не даете, и не даете шанса биоте там выжить. Вот эту часть мы замульчевировали, измельчили, и все оставили. Здесь пока не стоит. Почему мы мульчевировали? В этом году масса высоковатая, и есть опасения, что не пойдет здесь наша анкерная сеялка весной, будет горнуть. Поэтому измельчили. Если была бы хорошая монодисковая сеялка, она прекрасно посеяла бы в эту стоячую массу. Поэтому нам опыт по измельченной массе и по стоячей будет. И еще были вопросы, когда мы сеялки смотрели, посев по очесу. Вот здесь, посмотрите, здесь был очес. Здесь сеяла анкерная сеялка по очесу. Посмотрите, где есть кучи. Где горнуло. Нигде не горнуло. Прекрасно сеялка посеяла. Может, это связано, потому что у вас всего тут 3 тонны соломы, грубо говоря, и поэтому нет проблем. Я говорю то, что у нас. Нельзя увидеть у нас, 100% к себе перенять. Это нельзя ни в коем случае делать. Каждый делает, выбирает свою дорогу. Мы видим так, мы вот делаем так. И рассказываем то, что мы делаем у себя. Сергей Васильевич, вопрос. А весной по очесу анкерной сеялки? Как с вами с вами? То есть, немножко тоже опоздал. Я рассказывал, что мы все боимся, дергаемся весной. Все посеяли соседи, а мы не можем сеять. У нас сыро сильно. Ждать надо, ждать, пока почва созреет, когда почва подсохнет. Да, у соседей всходы пошли уже. Взошло все. А мы еще не сеяли. Но мы должны выждать и посеять качественно. Когда позже сеять, тогда будет получаться. Да, весной немножко хуже. То, что уже растение отрывается, корни от земли, бывает такое, что и горнет. Бывает. Но это гораздо лучше, чем обработать почву, влагу высушить, которой влаги у нас очень мало, особенно весной. Быстро улетает она. И красиво посеять. Пусть даже некрасиво посеять, а получить гораздо лучше. Посеять по сухую почву. Сухую почву посеять, но получить гораздо лучше потом урожай, чем получили соседи. И еще обратите внимание, здесь интересно, сколько на поле сорняка, посмотрите. Вот сейчас будем проезжать поле, вот то поле, посмотрите, и вот за лицеполосой поле. То поле уже дважды дисковалось. Там была пшеница, дважды дисковались. Сколько на поле сорняка? И сколько здесь сорняка? Здесь нет сорняка, единичные есть. Почему нет? Потому что, вы знаете, земля не терпит пустоты. Если ничего на ней не растет, будет расти сорняк. Если растет культурное растение, ничего не растет. Есть кое-где, но это не критично, это почти ничего нет. Сейчас, а вы посмотрите, сколько растений зашло у нас, какое разнообразие, какие вопросы у кого есть. Дело в том, что вы когда сказали, что вы мульчировали, я имею в виду, измельчили, называется мульчеватор. Зеленую биомассу? Биомассу мы измельчили, и все. Обработка почек подразумевает? Нет, 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 ни в коем случае. И вас, и вас, они поймут, даже те, кто в тренировке, скажут, он делает, как и мы, он тоже мульчирует? Нет, почку не трогает совершенно. Есть такое орудие, у нас мульчеватор, который измельчает только растения. Посмотрите на почву, она совершенно почку не трогает, совершенно. Я понимаю, терминология. Сейчас все Леса скажет пару слов. И я добавлю, мы сейчас будем проезжать, ребята, поле кукурузы, посмотрите. Эта кукуруза наша. Мы вставать на ней не будем, только по той причине, что мы в этом году посеяли впервые это поле. Оно посеяно по обработке. Мы были вынуждены его дисковать, и потом дважды броновать в разных сторонах, чтобы поле выровнять. Поле было очень кривое сильно, волны большие были. Поэтому вставать не будем, но она посеяна вот той зеленой сиянкой, анкерной, самодельной нашей. Посмотрите состояние кукурузы. И дальше на углу будет поле зеленое, мы посеяли по рапсу, покромные, тоже там вставать не будем. Так, посмотрите со стороны. И по пути следования будем проезжать, увидите, там не наше поле, тоже Горазулинский район, посеяно просо монокультурой. Там были прекраснейшие расходы, и посмотрите, какое состояние сегодня просо. Монокультура, все там хуже, чем смеси. Мы встанем в наших смесях, посмотрим смеси наши, а возле просо проедем, все посмотрите с окна машины. Так, вопросы-ка мне еще? Коктейль, сколько культур, назовите, пожалуйста, здесь. Сейчас Пеша все расскажет. Если есть вопросы, задавайте, я так расскажу в двух словах, что здесь было. Это второй раз на этом поле растут покровные культуры. Два года назад, после пшеницы, здесь также были покровные культуры посеяны, после которых мы посеяли лен, сейчас ячмени опять покровные. Норма высева здесь мы настраивали между 15 и 18 килограмм, но вначале немножко было больше, ну, сейлка там утряслась, видимо, где-то 18 высевалась. В этом году немножко меньше, чем в прошлом году. В прошлом мы 24-25 килограмм настраивали, там было более, больше крупных семян. То есть, если будет такой вопрос, сколько надо сеять покровных, все будет зависеть от вашей смеси, сколько культур, сколько мелкосемянных культур. Надо все примерно пересчитывать, чтобы достаточная была норма. И опять же, по своим осадкам, по своим почвам подбирать, потому что у нас осадков в основном немного, почвы слабые, и большая засуха летом, большие температуры. Если видели, степь сгорела, то чтобы растения были зелеными достаточно длительное время, надо, чтобы им совсем хватало влаги. Поэтому норма должна быть немножко сниженная. 24 культуры здесь был высен смесь. То есть, все, что смогли достать, к сожалению, не полностью сбалансирована была смесь, потому что планировали засеять все гектары. Не удалось тот баланс, который мы хотим иметь в поле. Но то, что получилось, мы считаем, что этого достаточно. То есть, для того, чтобы начать, нужно сделать какие-то ошибки. Нужно просто попробовать, пусть сделать немножко хуже, не идеально, но сделать сегодня, сделать вчера. И посмотреть, что из этого получится. Потому что, если бы мы там ждали идеальный вариант, идеальную смесь, подбирали там культуры, которые мы, может, тоже никогда не посеяли. Вот. И, судя по степи, мы тоже раньше не думали, что у нас могут расти покровные культуры, что у нас засуха, высокие температуры и, в принципе, ничего не может вырасти. Но подумайте про свои поля. Если у вас есть сорняки на полях, вот как у соседей у нас, они же дискуют, значит, сорняки есть, сорнякам влаги хватает. Ну, и для покровных, соответственно, вы тоже влагу всегда найдете. Главное посеять, стараться сразу за уборкой, ну, что, в принципе, здесь было сделано. Поле здесь, конечно, не очень плодородное, поэтому, ну, увидите, что немножко такой реденький посев будет. То есть, это поле где-то дает 20 сантиметров хороший год по пшенице. Именно вот это. Оно очень смытое, туда дальше, если пройти, там большая эрозия произошла. Это, видимо, из-за обработки. Много лет размывалось это, и, ну, у нас половина полей таких, с большой, с большой эрозией. Именно поэтому мы перешли на ноль. И когда вы увидите почву в середине поля, ну, я думаю, что каждый ужаснется. Там одни камни, там даже вот такого вы не увидите. Просто все смыло, и все ушло в балку туда. И очень слабая, слабая урожайность. И мы вот стараемся нашу почву сохранить, чтобы ее не сдуло, не смыло. Потому что, ну, вот буквально вчера я ехал с Ихпаторией, дискует, такой сильный ветер вчера был, и дискует поле, и через дорогу прям, ну, туман идет, не видно ничего. Диски несет полевидную вот такую почву. Не знаю, считается ли это эрозией, не эрозией, но буквально вот машину не было видно. 24 культуры, я думаю, около 20 вы сможете насчитать. Пройдите, посмотрите, просто погуляйте, я думаю, все получат удовольствие, но вот видеть в такое время года зеленые растения, ну, нам, по крайней мере, всегда это, всегда это нравится. Если есть вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Я уже посмотрел. О, отлично. Вот мы один клубенек нашли. Уже и кукуруза есть. И все. Я вас поздравляю. А скажите, у меня есть сломан. Клубеньки есть. Один. На горохе. А, горох. Горох растет, да. Смотрите, лето, у нас температуры были под 40. И вот, это зимующий горох, по-моему, вот этот вырос. А зимующий, разве он не цветной? Скажите, а какой количество вообще осадков у вас выпадает? Среднегодовой у нас около 300, чуть меньше. Бывает года, когда 100 миллиметров, вот эти года, как 400 с плюсом. Самое страшное, что не выпадает 3-5 миллиметров. Страшно, когда выпадает 100 миллиметров и смывает все за 4 часа. И потом 4 месяца без дождя у нас. Вот так бывает часто. Какой процент нулевиков у вас здесь в Крыму? Я не знаю. Нет у меня данных. Нулевые. Вот насколько вы между собой общаетесь, как бы, ну, вас в любом случае положить неопыт. Да, и мы в то же время видим, где кто-то обрабатывает. Почему обрабатывает при таком маленьком ряду? Мне вот непонятно. Почему это не масштабируется? Да, мы не понятно. На площади 8% у нас в Крыму площадь это нулевые. А что такое? 8? Вы знаете, вот кто как привык работать, вот у него получается и он не хочет ничего менять. Ну, наверное, привычка. Так научили. А вы такую информацию можете подтвердить? Что? Хозяйство, районы, разрезы. Это информация даже прошлого года. И, это министерство выбирало эту информацию. Дело в том, что многие сейчас еще на переходной стадии. То есть мы еще не можем их назвать нулевиками. То есть это еще просто прямо посев. Да, да, однозначно. Очень весело. Пусть прямой посев. Берите их тоже в эту компанию. Прямой посев. Уже пойдет. Я думаю, что ни для кого не секрет, что именно из-за таких экстренных условий, из-за таких почвенных условий и погодно-климатических действительно движение наутило больше пошло с Крыма. Вы знаете, и Докончака Михаила Ивановича, интернет перед нами, Сергей Сатановский. Многие стали обращать. Кого-то привело, как Алексей с Сергеем Васильевичем перевела именно проблема. Да, то, что и эрозия, то, что экономика. Эти проблемы у всех есть. У всех. Только кто-то закрывает глаза на эти проблемы, кто-то их игнорирует, а кто-то обращает внимание и начинает работать. Кто-то не признает. Можно пару моментов добавлю? Да, да. То есть вот для чего вообще покровный? Может, кто-то знает, не знает, для чего мы сеем. То есть вот сейчас немножко почва такая уплотненная здесь. И уборка проходила в такой влажную. То есть после дождей утоптали немножко комбайны. Трактор сеял, тоже притоптал. И по покровной будем ходить, сейчас будет плотная. Но на следующий год, когда мы зайдем сюда, здесь почва будет намного мягче, чем там, где не было покровных. Покровный, вот вы видите, у него такая разная, есть маленькие растения, большие растения. И то же самое внутри, там в почве, разные корни. Глубокие корни, мочковатые корни, они структурируют почву. И вот когда мы думаем о структуре почвы, это также будет ошибкой, думать, что именно растения структурируют почву. Почву структурируют только бактерии и грибы. Вот они удерживают вот эти стабильные агрегаты почвенные. И мы с помощью вот этих растений пытаемся восстановить бактериальную, грибную баланс этот сделать, чтобы они расширили почву, чтобы всю эту сеть возродить. И чтобы было питание для наших потом культурных, товарных культур. Почему разнообразие? Разные растения кормят свой вид микроорганизмов, выделяют свои сахара в почву. Вот что сейчас происходит? У нас светит солнце на поверхность листа. Происходит фотосинтез. Углерод из воздуха абсорбируется, улавливается, ну, секвестрация происходит углерода. И 40% всего углерода, накопленного растением, растения в форме корневых выделений выделяют в почву. То есть оно это делает, ну, это в виде сахаров, углеводов. Для этой почвы кормят биологию. Это самый важный процесс, который сейчас происходит. То есть мы эту энергию солнца переводим в полезную энергию жизни в почве. И потом разнообразная биология, она сможет также поддержать наши культурные растения и дать нам урожай, достойный, выполненный урожай, здоровый урожай, который не будет болезни, патогенов. Потому что патогены приходят только там, где мы разрушили условия, где нет других хороших микроорганизмов. Где же есть разнообразие, там патогенам места нету, потому что они не могут в таких условиях конкурировать. Они вытесняются полезными микроорганизмами, которые живут в структурированной, аэрированной почве. Потому что здесь множество каналов, хорошая инфильтрация, проходит воздух туда вглубь. И там живут аэробные организмы, которые являются полезными. Вы очень хорошо говорили о плодородии почвы, но не говорите о влаге, сбережении, о влаге накоплении. Это в дополнение к тому, что Вы сказали, вот эти почвопокровные культуры, они создают для микроорганизмов, и кроме того, структура улучшается не так быстро, как увеличится водопрочность агрегатов, что очень важно. То есть наша почва более прочная против воздействия воды. И вот эта почва уже способна впитать в себя 100-миллиметровые осадки, не дать им уйти, а впитать в себя как губка. А не уйти из поля, ничего не дав, а кроме того, нарушив эрозию, сократить. То есть вот это тоже работает на сохранение, накопление влаги. Абсолютно, правильно. Просто мы почему сейчас об этом не говорим, для нас это уже пройденный этап, мы это уже забыли, что мы когда-то пытались сохранить влагу, накопить эти осадки. И вот в прошлом году, вот кто думает, сейчас покровные культуры высосут здесь всю влагу. Мы посмотрим, сколько влаги сохранится на соседнем поле, на открытом поле, там ни капли влаги не будет больше. Мы это проверяли достоверно. Здесь идет затенение, здесь идет остановка ветрового потока, нет уже вот этого фена, который высушивает почву. И почва как-никак накрыта. Конечно, здесь нет того покрова, который мы хотим, но это все равно гораздо лучше, чем если бы это была открытая почва. Я думаю, вы накопитесь не хотите. Алексей, вопрос. Мульчируете только из-за того, что ваши съелки не справляются с посевом или же какая-то другая цель вот это мульчирование? Ну, да. Первое, это для того, чтобы анкерными сеялками весной здесь можно было посеять. То есть, вот это основная цель. Опять же, Сергей Васильевич это говорил, если бы можно было нам посеять, мы бы посеяли в стоячую в эту. Еще вопрос. Она бы просто упала за зиму. Вот суданка, она падает, и весной мы проблемы вообще с ней нет. Еще вопрос можно? Максиму вопрос. Максим, а твоя сеялка, которую ты будешь презентовать, посеяла бы вот эту маску? Мне кажется, да, посеяла. Ого! Тебе кажется или сто процентов да? Посеет. Вот так. Там дисковая сеялка зеленая, которую вы видели, она сеет спокойно в такие покровные. Так что Максима обязательно послушаем сегодня. Он будет выступать. очень интересная конструкция. То, что никто не делает в России. Он этим занимается. Можно еще за влагонакопление сказать? Вот мы сейчас накопим влагу, но через два года мы получим прибавку здесь урожайности. И не последняя очередь, благодаря тому, что структура почвы будет лучше, и влагозадержание будет лучше в этом. У нас очень маленький слой почвы, и нам, чтобы получить хороший урожай, нужно весь этот профиль использовать для того, чтобы накопить влагу. То есть через два года мы увидим здесь прибавку урожая, ну там 10-15-30%, а иногда и до 50-100%, смотря какие культуры и какие покровные были. И за счет этого также. И сеялка, вот мы даже замечаем, где были, где не было, сеялка легче лезет. То есть там земля мягче, она более такая пушистая, рыхлая, и больше влаги там. Ну вот прям по проходу сеялки это сразу видно. Алексей, товарищи, я вот хочу вам рассказать, что у нас вот особенно зимой, зимы бывают очень ветреные и морозные. И почва промерзает, вы знаете, что зимняя засуха еще хуже действует, чем летняя засуха. И почва очень промерзает. Когда есть вот такие посевы, почва не так промерзает. Это первое. Второе. Любой снежок у нас, когда идет, сильный ветер, оно все в море сносит. Здесь все остается. Влага все, поэтому они рано и весной не могут сеять, потому что идет влага содержания за счет зимы. Это как дополнительные лесополосы, понимаете? Поэтому еще большую роль играет и зимой. Зимой мы копали почву, вот рядом два поля, обработанные. Это одно поле, просто обработанные и необработанные. На обработанном поле вот так промерзшее было, когда хороший мороз. У нас промерзшее где-то на покровных один сантиметр был. То есть, это тоже такой показатель, потому что там почва как бы безструктурная, обработанная, пылевидная. И она вот одним комом таким промерзает. Здесь же только верхний слой, буквально корочка там над поверхностью. Нет потери влаги зимой, наоборот. То есть, там вся биология, она живет зимой у нас, тоже не замерзает. И тут известный факт, что чем больше органики, тем выше урожай, при прочих равных условиях. То есть, вы это делаете. Мы все, это все знают. Все, кто учился в институте, это знают. Но делают редко кто. Леша, еще два слова по влаге. Держи, держи. Два слова по... Ровно год назад. Там, за нашей бригадой, тоже собались ребята наши, многие здесь присутствуют. Поехали на покровные культуры. Масса была получше, чем здесь сейчас. Там дайкон большой был, редки много, дыни были тогда, кабачки, все было. И рядом два поля были незасеянные. Одно было наше, после льна и соседние по обработке. На наших полях травинки не было в том году. Где не было обработки по льну. И большая масса была покровных. Взяли лопату, выкопали землю под покровными. Под покровными только масса большая, много влаги высасывают, есть влага на поле. Почти на те поля ни грамма влаги нет. Все ваше растение влага высасывают, а получается наоборот. Получается сухой полив. Разность температуры, это удивительно, но факт. И вот есть же многие ребята здесь присутствуют, которые сюда могут подтвердить. Мы там все удивлялись, как влага может быть в посеве. А я вам добавлю, что вот эти посевы ваши, они вам зарабатывают деньги. В перспективе. Мы об этом будем говорить. Мы знаем об этом. Я показывал на конференции в Ставрополе, что внимание может обратил. В том году у нас весной были большие заморозки в мае месяце. Наши посевы вымерзли. Было кущение прекрасное. Посевы вымерзли. В итоге дали по одному всего колоску. Поле очменя было, я там, когда-то в Тарахе может он помнит. Посеяно было так, вот так как обрезано, там 12 урожайных, там 16 урожайных. Давай разбираться, почему два года назад здесь была смесь 12 культур, покровных культур была. Там не было, здесь были. То есть через два года уже пошла хорошая отдача. Сергей Васильевич, я когда-то про деньги говорю не про это даже, я про другое. Она тоже... Сейчас потом. Хорошо. Сейчас потом. Вопросы есть еще к Сергею Васильевичу Сергей Васильевич, а можно рассматривать сорняки в определенный период как покровные? Нельзя. Почему? Потому что... Плотная масса мышей стоит. Сорняки питают совершенно другую биоту. Культурные растения питают в основном полезную микрофлору, а дикие растения питают... Ну и слаковые сорняки. Мышей? Нет. Плотно стоит. Нет. Дикие растущие растения оставляют почь совершенно... Только донекультурные растения быть. И должны быть разнообразия. Я уже еще раз повторюсь сейчас. Будем проезжать там поле соседнее. Посмотрите просо. Монокультура посеянная. Ну, во-первых, это что монокультура, она хуже выглядит. А второе, мы у себя увидели этот опыт, мы им делились. Так как мы не применяем минеральное удобрение, меньше химии применяем, у нас очень наглядно видно наши провалы. И вот одно поле у нас было посеян рапс, мы посеяли ради эксперимента 1 июля. И получилось, что края поля получились более нормальные рапса, а средина была негодна. Мы пересеяли просом ее. После проса посеяли пшеницу, и вот предшественник рапс был, в целом в этом году прекрасная пшеница. Просто два года назад дало понижение урожайности. Хотя бы после этого мы еще сеяли лен был до этого предшественника. То есть дальше на этом поле где мы стоим, у нас было посеяно 4 года назад. Вот здесь был нут посеян, дальше пол поля был посеян горох. 4 года назад. И в этом он тоже сказалось. После нута гораздо хуже был ячмень, чем по гороху. Потом кто у нас был на семинаре, не помню, года 3 назад показывали мы кукурузу, где была вика посеянная, покровная. Мы под кукурузу посеяли полоску вики чистой, потом посеяли смесь вика с рожью и без ничего. Вот 3 года прошло, в этом году четко отлично было, где была вика чистая, шикарнейшая пшеница стояла. Дальше где была с рожью немножко хуже, а где ничего не было намного хуже. То есть эти покровные работают много лет. А если их не заниматься ежегодно, то есть это уже будет видно урожайности превышений каждый день. А у нас наглядно видно, потому что мы не применяем удобрений и вот мы начали недавно заниматься покровными очень четко видно где провалы и плюсы. Так, вопросы есть? Минеральные при посетении даются? Мы вообще не даем ни при чем. Это я считаю средняя урожайность преступления. Вася, нельзя урожайность сравнивать с твоим раздольным и нашим здесь. Урожайность считают врубсга прибыли. Правильно. Вот это прибыли. Вы сеете сразу после уборки допустим просо или поршневной а если не удалось как мы сеяли те годы просо сеяли я сеял посеял просо на зерно получить второй урожай дополнительные деньги получить можно ну трава росел что с нее той травы какие деньги с нее а просо посеять будут деньги посеял Леша немножко возражал а я настоял посеяли просо посеяли 40 гектар и вот где было просо посеяно по крови там не по крови мы посеяли косную культуру на зерно там провал урожая просо дает провал смесь много культуры дает прибавку поэтому не надо сеять монокультуры не надо гнаться за той временной прибылью прибыль потом будет выступать через года в этих смесях нет смотри какая задача стоит получать нам стабильные прибыльные урожаи каждый год в условиях любых каждый год еще прибыльные урожаи а сегодня ты получил а потом нет урожаи мы ссылаемся то у нас дождя не было то еще чего-то не было подошли почти всем там по пути ехали обратили внимание на кукурузу кукуруза прекрасно посеяно анкерной светлая зерновой сеялкой и нет теней начало мая полива в крыму нету просто экспонаты агрегат есть и полива нету дальше ехали видели проса монокультура так вот мы приехали на это место я захотел задать вопрос только Орнецк молчит в чем разница вот этих покровных и этих сзади меня как предлагают развитие видно развитие в чем разница здесь такая масса почему там мало а тут много почему там нет в чем смеси разные что еще по-другому там как вы считаете не слышу пшеница разная косили по-разному здесь подкашивали нет пшеница убралась совершенно одинаковая не 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 на этом поле было все одинаково полив полив это просто стоит как экспонат вон дальше такой самый большой посев дальше именно участок небольшая масса в чем разница может посеять до дождя или после там как-то таким образом после уборки чуть затянули может быть оценка 5 здесь была пшеница ячмень был убраться все одинаково смесь совершенно одинаковая там и здесь посеяно посеяно здесь на 10 дней позже за что я говорю изначально сеять нужно в час уборки то поле посеяно почти одновременно с уборкой и это поле посеяно с уборкой мы засеяли почти все поля что тут у нас подъяровые у нас есть правила что не взошли которые мы сеяли через 20 дней через месяц после уборки мы все засеяли оно попозже взойдет для того чтобы получать хороший результат нужно сеять след за комбайном в любой год за комбайном влага есть прошел день влага ушла прошло 10 дней влаги намного меньше стало все одинаково одна и та же сеялка все-все одинаково только 10 дней разницы поэтому нужно показать что получается когда немножко позже делаем это раздольнинский район то не наше то было шикарное просо когда после там был ячмень посеяли просо фермер очень красивое было но там монокультура там дождей больше не было потом и оно почти засохло а здесь много культур здесь они помогают друг другу там по обработке раньше за комбайном цепляли ущельник а сейчас надо цеплять сейлку ну вы знаете что Усов кидает за комбайном сделал на комбайне сейлку ну это очень хорошо там не заделываешь крупные семена не образно сказал не нет есть такой есть прямо у него крылья стоят крова и сеет и раскидывает семена сразу же у него получается неплохо там только мелкие мелкие семена так вопросы по этому полю глубина посева какая была на этих участках это 4-5 старались мы покровные все поглубже поглубже да ну 4-5 где-6 чтобы влагу достать потому что летом она очень быстро высыхает надо попасть во влагу а вот озимы надо сеять помельче идеально 2 сантиметра глубина заделки зерновых озимых в нашей зоне семена не расслаиваются по фракции в сейлке в принципе нет давайте сами посмотрите у посева и посмотрите какое разнообразие где расслоение где все вы говорите зимние сеете там 3-4 сантиметра и сеете вы в начале октября но у нас бывает дожди еще провокационные проходят и в декабре только нормальные дожди Николай правильно год на год не приходится если сильно сухо конечно не надо сеять надо ждать желательно ждать жара и все остальное если я не буду жить в земле будет пропадать качество я имею в виду если влага есть все может быть все зависит индивидуально от каждого поля и еще вот на этом поле здесь чуть похуже плодородия там внизу мы там вставать не будем там чуть получше плодородия но ребята о них раз знают вчера мы ходили с девочками они находили там кабачки удивлялись редьку накопали там кабачков там кабачков на том поле нашли кабачки мы везде сеяли еды не сеяли везде просто где оно развилось где не развилось там много кабачков было и дыни были ну а так визуально сколько примерно кукуруза визуально я привык считать когда уже деньги получили за нее квадратно гнездовым посеяно они нестандартно посеяно и сказать точно они два початка ну Николай Ильич вы агроном с очень огромным стажем опытом вы проработали всю жизнь в нашем районе вы знаете не хуже меня наши земли и когда наша наука говорит что в Крыму невозможно сеять кукурузу на зерно профессора говорят нельзя сеять ты с тобой сеяли в поляне все нормально ну поляне другие земли совершенно поляне в Красноярске совсем другие земли нет мы сейчас добавляем так в по традиционной технологии ребят вопросы какие то есть ну ехали издалека спрашивайте вопрос да пожалуйста после уборки проходили обязательно обязательно до посева или после когда как до посева нет ну не всегда бывает такое часто бывает старый комбайн пошел в поле пускаем сеялку сразу же то есть не обрабатываем обрабатываем на следующий день допустим или на ночь пустили опрыскивать если да если получается в любом случае небольшие сорнячки на поле есть их надо убрать чтобы не было их потому что потом они будут конкурировать с культурными растениями потом уже если задерживаемся с посевом естественно два посева вносим ну а так если сеять сразу за комбайном можно не вносить через день через два ничего страшного амарант это амарант это он маленький вырос он обычно огромный растет даже есть амарант это не щелица амарант не тоже это культурное растение это культурный амарант конечно это культурное растение смесь держи многие сейчас я добавлю вчера девочки спрашивали почему такой подсолнух многоголовый ну это гибрид само собой был гибрид он уже поколение 5 сеется гибрид свисевается нам важно чтобы корни были они шикарные семена если в америке мы были мы видели были на заводе семеном там у них не одна сотня видов семян со всего земного шара они привезли и они в покровной культуре ложат очень хорошие семена это очень дорого поэтому мы часть семян своих убираем это поле мы планируем убрать на семена на будущие годы чтобы было здесь можно убрать там лет на 5-7 будут семена свои ну здесь еще сорваны семена сюда на семена уберете на семена будем убирать здесь да и фазы его развития то есть чем чем больше растений тем надо больше дать препарата чтобы гарантированно его подавить хотя даже ну вот при посеве покровных можно не не дать ту норму чтобы сто процентов убить эта культура ну сорняк будет постепенно погибать а культура его задавит постепенно то есть нам возможно это даже даст плюс небольшой потому что живые корни как бы будет более длительное время а можно конечно все идет к тому что запретят или его не будет как потом этим бороться вот мы над этим тоже активно работаем давайте уже расскажу про сорняки следующий вопрос вот семена семена по семенами мы тоже можем себе сделать проблему занести семена сорных растений поэтому когда семена мы отбираем мы стараемся чтобы уже взять почище семена чтобы сорные растения все-таки не заносить ну и особенно когда это покупные то желательно или их доработать если вы взяли как зерно ну что взять подешевле и у себя уже дочистить чтобы не привнести из других районов регионов другие сорняки то есть и желательно высевать ну знать что вы сеете а следующий вопрос по поводу остановки то есть может быть такое что покровная зарастет сорняками тоже потому что ветер дует несется семена сорных вы видели у нас и осоты там на поле немножко это как раз дуло соседнего поля с обработки у него вот все поле заросло осотом то есть он уже третий год то пашет то дискует и не может побороться но этот осот летит на наши поля и вот то в очосе задержится с краю поля то если очоса не было дальше улетит то есть бывает такое что покровную культуру надо остановить раньше ну и чтобы побороться сорняками но надо смотреть и есть еще проблема с многолетними сорняками у нас вот многолетние это сейчас проблемные это свинорой и мы тоже очагами прошлись местами выпалили вместе с покровной останавливали свинорой то есть вот такие нюансы по работе с сорняками и на осень эти покровные тоже будут остановлены пока что мы придерживаемся такой тактики останавливать с осени чтобы через зиму прошло ну уже разложилось все освободилось влага питание для яровой культуры и по глифосату глифосат дорожает и это как бы плохие новости для наутильщиков но не очень плохие то есть на самом деле вот некоторые поля мы уже летом обрабатывали не глифосатом то есть мы сработали граминицидом и потом повторно прошлись от двудольных сорняков то есть сделали раздельно по деньгам вышло в принципе то же что вышло бы если бы мы применяли глифосат мы сейчас смотрим какая эффективность видим что граминицид сработал хорошо а двудольных мы взяли видимо дешевый препарат но не так сработал значит надо ну я думаю работать тем чем мы работали раньше проверенными как бы может китайский препарат просто не знаю ну в принципе все вот поля увидели более менее чистые поэтому такая схема работает то есть вплоть до того что даже если глифосата не будет есть целый спектр вот у меня лежит книжка вот такой толщины разрешенные химикаты там пестициды в российской федерации поэтому проблемы я думаю не будет Вика Донник ну смотрите мы их в покровной культуре их очень мало то есть вы их найдете но их тут очень мало и к весне они проблемы не составят вот тут проблему может составить только рапс вот с ним проблема обычно бывает потому что он перезимовывает а весной его тяжело убить он плохо берет допустим глифосат он вообще не реагирует а весной мы не хотим допустим добавлять глифосату какие-то 24D или флорсулам чтобы не было починного действия поэтому весной только глифосатом чистым работаем но к чему мы пришли мы с осени останавливаем его 24D рапс спокойно то есть малые дозы он хорошо погибает поэтому проблем нет ну даже если он останется здесь очень низкая плотность рапса будет во льне даже если он выжит да да его надо ложить мало потому что оставить его можно он будет во льне торчать во льне потом перпендрами по льну мы его можем легко снять это будет не нравиться вашим соседям но поверьте ни на льне это никак не скажется и в бункере будет все нормально то есть никаких проблем ну рапса он активно забирает ну да то есть если много рапса добавить на тряк какая плотность останется а если он будет один там на 10 метров останется сейте его в смесь добавляйте очень мало и не будет никаких проблем о почве что можно сказать выкопали же комментируйте теперь я могу соврать все что хочешь эксперты ну самое главное чтобы почва была структурная и те микроорганизмы которые там будут присутствовать они должны быть аэробными то есть они должны быть развиваться в условиях когда есть кислород все полезные микроорганизмы аэробные все они хорошие анаэробные то есть если у вас плотная почва там соответственно будут анаэробные процессы происходить это все плохие микроорганизмы которые вам будут вредить и вы будете покупать канистры с химикатами с удобрениями и так далее и тому подобное конечно это почва она не такая как мы видели которая на лугу да? но самое главное смотрите проникает проникает кислород не везде но я думаю что проникает вот она легко распадается да пластины есть но все равно почва структурирована ну она как не идеальная ну вот да ну я думаю самое главное я же говорю чтобы были аэробные условия вот это критерий основной ну вот что я могу сказать видите вот здесь уплотнение сверху то есть это первое что значит либо здесь проехала техника потому что техника вот мы сколько смотрим до семидесяти процентов поверхности поля у нас выкатывает это комбайны пассивные агрегаты сами тракторы опрыскивать или там три раза допустим за сезон пять раз опрыскивать и вот до семидесяти процентов есть уплотнение но все равно это уплотнение его можно починить вот с помощью покровных культур можно его убрать и плюс вот такие вот пластины означает о том что какое-то время в почве не было жизни то есть не было корней которые кормят растения и она берется вот так вот пластинками то есть вот они биология бактерий начинают поедать органическое вещество растительные ну вот остатки от корней и схлопывает получается структуру структура теряется то есть значит что не было ну вот никто не кормил биологию она начала жрать органическое вещество и схлопывается то есть надо постоянно ну вот это один из принципов наутила постоянные живые корни тогда структура будет ну шикарная Шикарные. Но здесь не так все плохо, я скажу. Даже то, что здесь где-то проехало. Это первый год здесь Покровный. То есть это структура, с которой мы получили с помощью Ноутила. Это еще не Покровный здесь работали. То есть не было этого. Ребят, это неплавная остановка. Даже не планировалось ничего. Это нельзя было показывать никому. Но коль вы уже здесь, я решил вам показать. Вам Алексей Сергеевич расскажет. Сергей Васильевич, нельзя показывать другие вещи. А это надо... Сергей Петрович, это еще только будущий эксперимент. Будущий эксперимент. Эта идея появилась у Леши буквально недавно. Сейчас Теша расскажет вам. Как раз, чтобы вы поняли, что это такое. Мы не знаем сами, что получится. Но мы уверены, что получится все прекрасно с этого. И для чего это все нужно было? Леша, расскажи. Да, действительно, мы не планировали, наверное, даже рассказывать про это пока. Потому что, ну, это только задумка. Тут не... Ну, просто концепт. Да, концепция, как мы примерно это должны видеть. Да, потому что для того, чтобы восстановить биологию, ну вот мы чего делаем? Покровные культуры сеем, там пытаемся защитить почву. Но все равно видим, что не все, и это не есть абсолютно достаточно. То есть нам надо довнести, довнести недостающие виды грибов простейших. И в наших полях из-за того, что есть сезоны, засухи летом, по два, по три месяца не бывает, влаги. И, конечно, вся биология впадает в анабиоз. И зимой, когда температура падает, процессы биологически тоже приостанавливаются. То есть они идут медленно, но... Вот. И этот процесс можно ускорить с помощью компостирования. Это и мы придумали, это мы вот сейчас тоже проходим обучение. Тоже никакого секрета нет. Это курс называется «Женщина организовала, профессор, микробиолог американский доктор Элейн Инхэм». То есть у нее прямо на сайте можно там пройти, зарегистрироваться. Курс, кто хочет. Немножко дорогой, немножко платный. Но суть в чем, что нужно сделать компост, в котором будут созданы условия. То есть по температуре, по влажности и будет органическое вещество. То есть мы возьмем растительные остатки от зеленых растений, от деревянистых растений с большим содержанием углерода. Также азот, содержащий растительные остатки. Что будет питанием, что-то для... Извиняюсь. Что-то питанием будет для бактерий, что-то питанием для грибов. И в этой компостной среде очень быстро идут процессы нарастания биомассы. То есть бактерии делятся буквально каждые 20 минут, а грибы каждые 3 часа опускают новые гифы. И разнообразие повышается за счет применения разнообразных сырья, разнообразного материала исходного. И вот как раз вот этот зеленый материал, его должно быть 30% примерно в компосте. Вот мы его накосили для того, чтобы сделать первые вот такие биореакторы, биокомпосты. Для того, чтобы создать этот компост, который потом, как инокулянт, внести с посевом, внести на семена. Сразу заселить вот убиоту живую, которую можно отследить, можно померить с помощью микроскопа. И достоверно убедиться, что там есть необходимое количество и необходимое разнообразие. И уже непосредственно, чтобы оно вместе с семенами, и дальше эти семена поддерживали. То есть довнести. Вот такая теория, пока это только будем делать задумкой. Я бы еще не стал ничего по этому поводу рассказывать и даже останавливаться здесь. Спасибо.